господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 764 события дня эпиграф второзаконие 1232 все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляй к тому и не убавляя от того за 15 января 2018 года юрий соболев мир вам игнатий тихонович знаю от вас не понаслышке что не всякая аналогия с церковью христианством уместно подобное цитируемой ниже слышал из разных источников и не раз насколько это тот случай или нет и вот тут показано откуда мы содержание такое в кпрф положительно оценили заявление путина о коммунизме высказывание президента россии владимира путина фильме журналисты андрея кондрашова валам о том что коммунистическая идеология имеет много общего с христианством в кпрф оценили положительно напомним владимир путин фильме журналисты андрея кондрашова валам сравнил коммунизм с христианством свобода братство равенство справедливость это все заложено в священном писании это все там есть от кодек строители коммунизма это сублимация примитивная выдержка из библии сказал он отношение коммунистов к телу владимира ленина глава государства сравнил с почитанием святых христианстве ну да похоже мы рассмотрим очень похоже похоже вот очень много сатана похожие дьявол вид ангела света принимает похожие и он вдолбит в башку человеку то ну и человек начинает думать там отбился как будто с антихристом с цифрой шестерка с ннн похожие но только в обратном направлении одно ведет вверх а это вниз заповеди который там кодекс коммунизм это ненависть прямо проповедуется ненависть к инакомыслию похоже между собой коммунизм и фашизм очень похожие это же слово социальное социализм там же присутствует фашизм это связка быть вместе а коммунизм коммон общее совершенно одно название в одних называет вождь сталина там фюрер а там дуще это одно слово вождь я тогда статью тут поместил называется проклят человек который надеется на человека и риме 17 5 кавычки открыты но это отрывок небольшой когда через семидесятилетний порог брызнули первые лучи гласности и свободы и стража не дождалась воскресения этой мумии ленина взору современников прицала чудовищная химера маленький лысых пигмей угробивший прекрасную страну сто миллионов жертв принесенных в угоду его сатанинскому учению потребовали отмщения тот на кого надеялись целое поколение образ кого лакировался и стилизовался под звериные нравы правителей оказался по своей жизни биографии не до человеком то есть это дьявол в образе человека был как священник отец димитрий смиров и говорит только сжечь и где-то во вселенной распылить его чтобы на земле даже молекулы не осталось вина его и грех столь велики что входишь в соблазн да человек ли это был или дьявол в человеческой оболочке сегодня только бездомные уголовники могут почитать это величайшего тирана и деспота врага рода человеческого в памяти народной он останется как притеча антихриста обольстивший всю вселенную и не дал бог покаяния тому кто влиял на умы и сердца своим языком бог отнял у него язык и разум перед смертью говорят что он бегал там мезонине у стульев просил прощения россия очиститься от этой скверны принесет покаяние и спив горькую чашу искупление вавилонского пленения статья игнатий лапкин христианский проповедник газета молодежи алтая номер 17 в общий номер 9874 что интересно моя статья когда это появилась газете то глущенко вячеслав глущенко не вячеслав вот вот главный редактор то как-то сумел там обратиться в разные организации и говорит кто-нибудь можете прокомментировать это или что-то написать опровержение никого нет он видимо не один раз обращался высокий такой это главный редактор русоволосый ну метр девяносто наверное такой импозантный и к нему расположены были даже и коммунисты и вот нашелся какой-то доцент кафедры он там молол молол что-то потом то ли сам то ли как снял эту статью ничего и не было галина михалили добрый день игнатий тихонович крепкого здоровья вам вначале писала вам вы не ответили я понимаю вас у вас времени нет ну хорошо еще один вопрос смотрела видеоролик армян с вами разговаривал с германией хотел переехать к вам в деревню переехал или нет что то не видно и их вы единственный человек кому я обращаюсь с вопросами спаси христос ну что сказать галина я не знаю поступало от вас это или нет или среди писем не заметил если вопрос по делу то можно и ответить а так у меня и времени действительно я отвечаю нет он и не думал переезжать на продажу домов нет он думал купить нужно самому строится то он не готов и по иным причинам 5 наших условий видимо не подходят похоже что курящие или что-то другое а у нас чтобы мы начали разговаривать человек должен доказать что он не лжет не пьет спиртной не курит не матерится не ворует галина спаси христос за компьютером я не всегда сижу а в телевизоре у нас интернет там я ролики ваши смотрю мы все смотрим сегодня с подругой разговаривала живет она в омске про вас говорила она заинтересовалась я уже у вас как будто бы с вами живу как дедушка вы мой я без дела не сижу в деревне живем с утра до вечера то управляемся то вижу дел много думал уже как бы послать вам вижу на стульчики коврики мягкие и варежки подарок от всей души хотела вам надо подумать а варежки володе никите вы это наверное не одеваете спаси христос отвечаю никогда даже не помышляйте что-то высылать все вернется обратно зряшная трата мы запрещаем всем что-либо посылать мы ни в чем не нуждаемся благодарны за намерение ни в коем случае никогда все что нужно всегда смотреть что было в автозаписи вот я пишу там две равные рамки чтобы их не ужимали кто-то помогает а есть папка где нужно соединять а где-то все ролики поврось это уже все знаете но для избежания ошибки напомнил галина хорошо спаси христос я всем подарки делаю поля буско где они и вы мне так горячительно уже а не знаю горячительный что и жду без конца ролики такие приятные а знаете игнатий тихонович я писала роману по поводу шесть шестерок то он не игра мне в каком случае не хочет слушать старцы говорят до старца свыше надо слушать тос но он как зомбированный единственно молиться за него и все я так считаю без путают его спаси христос по чаще буску бы нам здоровья но пускай живет у надежды васильевна там я его не вижу мало когда приносят андрей кричков добрый день он тоже помогает в америке с сайта и превращает видео я ставлю там вот разное тут янг раштатский дальше тут который он выставляет ефрем сирин духовный святник златоус много что помогает а вы могли бы сфотографировать книгу павла иосифов рогозина кто это книга называется если она у вас есть и отправить мне фото изображение ну у нас тут книги есть сергей новиков оформляет все наши книги он уже сделал книги по одной книге это там получилось это 43 книги да еще стихи там еще больше вот и мы все здесь их сканировали послали я отвечаю как сейчас вижу эту книгу в мягком переплете светло-стального цвета она была изъята органами власти у меня когда я был арестом в 1986 году потом все книги были сожжены во дворе краевого алтайского суда как мне сказали сотрудники было две большие кучи горело а там ничего нету это только о боге кто такое христе существует ли загробная жизнь совокупность совершенства такие статьи тут по скайпу ворде я теперь другому пишу уже сергею новикову начали вести разговор что нужно создать какой-то в аудио и видео одновременно канал или что там чтобы звучание было круглосуточное что это сергей новиков отвечает но в сухом остатке кто-то будет транслировать аудиоматериалы в интернет с постоянно работающего компьютера через программу особого смысла кажется нет почти что дублирование получается опять же распространенность и доступность невысока youtube мощнейший сервис огромный охват удобства и оперативность популярность а радио надо кому-то непрерывно занимается поддерживать я думаю это маловероятно но это только мое мнение сергей игнатов тут поместили стихотворение одно о зарубежной церкви этот и романах роман матюшин пишет на это стихотворение он и говорит спаси христос если богу будет угодно то не исключено что в будущем на базе колоссального по объему и глубокого по содержанию материала исповедника и религиозно талантливого православного проповедника игнатия тихоновича лапкина обучение господа иисуса христа его духовное чадо при поддержке данных господом благодетелей учредят такое средство массовой информации как православный радио вея канал во свете библии но да будет на все воля божия нам же нужно усердно молиться и в поте лица трудиться спаси христос брат саша выставил аудиоролик и стишок в которой на уничтожительном виде показана русская православная церковь за границей надо знать историю создания не от врагов православной церкви то а ее основателей прославленных в лике святых таких как и анг шанхайский не гоже быть падким на сатанинскую падаль вот это ответ начинают что-то говорить главное это вина была сергианство что отказались от мучеников и исповедников в мировой истории такого не было чтобы кто страдал за церковь и сразу церковники объявляли врагами отечества по политическому дескать обвинению я это испытал так и было действительно так такие они мне устроили подлянки это ужас я веду в университетах занятия в школах в милиции во всех отделах 7 это 5 городских отделов районных городское шестое и краевое увода я регулярно веду занятия во всех воинских частях в окрестностях алтайского края полные кинотеатры интересно настолько полное что даже в коридоре меня селом протаскивают кафедры пройти невозможно и воюет против меня в это время только церковники это отображено в книге у нас для слова божия нету сама тоже такой игнатий лапкин ну и всякие кляузы и в это время я и я ничего никому не не отвечаю в это время из москвы поступает сообщение там писатели собрались диссиденты всемирно известные люди и в защиту и эту статью кто же такой игнатий лапкин разбирает подробно и показывает кто я писал это заказное про советское до конца и до мозга костей все это в прошлом кто писал кто подбивал умерли уже нету умерли внезапно не дай бог такую кончину вот но я покажу сейчас какие наши ресурсы вот это мой мир снова легко заходить писать легко от негодяев избавляться все здесь обдумано система была все вместе в контакте одноклассники живой журнал twitter facebook все вместе не стоило одной вот этой вот но представьте одновременно сразу мог послать 12 фотографий десяти тысячам человек всего несколько раз щелкнуть 5000 знаков 10 тысяч могут получить статьи ну видимо много тут было всякого блуда распространяли и все это убрали убрали сейчас по одному где можешь и то не больше трех ссылок когда идет там ссылка на какой-то иначе заблокируют и все но и все равно даже в таком вот виде кургузом от все это в тысячу раз в десять тысяч раз уменьшили потенциал этой системы мой мир mail.ru и несмотря на это он самый хороший по-прежнему настолько то видно специалисты собрались я вот с видеоканала все переношу сюда у нас очень богатый вот даже здесь страница представь себе у меня здесь 21000 фотографий друзей 4 тысячи 273 а было у меня почти 10 тысяч кто в темных очках я убрал кто заменяет вместо себя фотографии всех выкинул тысячи и видео здесь 8 119 музыки 154 группы 2 анкету подробно все тут можно тут две у меня страница одна я с голубем туда не надо лезть это просто дублирует модераторы а вот я в шапке стою у нас видео искать форм православный на днях то есть вчера какой-то зашел и распространяет книга знаний учения я даже не разобрался никите дал никита живо расчехвостил оказывается все признают ложным христианство мусульманство буддизм а теперь поступает сообщение ежедневное от богородицы и целые книги пишут по всем вопросам задавай она им отвечает ты задаешь она отвечает а не те люди нам публикуют ну вот в таком виде что все неверно а теперь пришел тебе там кто-то михаил гавриил кто-то и все так сегодня вот в такие басни миллиарды людей верят миллиарды христианство неправильно неправильно записали потеряли а он теперь правильно знает и все ну нам зачем это и вот наш видеоканал большой видеоканал я сейчас покажу даже пока данные какие это у нас тут 11 тысяч девятьсот пятьдесят шесть подписчиков просмотров 11 миллионов 264 тысячи триста 70 но 9 тысяч триста роликов примерно у нас здесь вот она и и во свете библии православный библейский сайт очень богатый вот у сейчас проповедями занимается звук и видео нажал звук и видео открывается другая страница доброта люби 5 томов жития 12 книг златоуста 12 духовные материалы но и тут многое чего тут есть и вот сейчас занялись люди которые это все помогает по отдельным файлам а каждый файл здесь большой два часа каждый файл 5 минут каждый файл но это была дорожка на по дорожкам было и вот они сейчас все это стараются оформить и выставляем в нашем ю тубе то есть это у меня новых файлов еще где-то около двух тысяч много тысяч то есть материал даже не выскажешь какой огромный здесь это все было до интернета все это оцифровывать надо было и сам этим занимался вот сейчас здесь ответы даю на 4124 вопроса я вел 3 радиопрограммы и на телевидении выступал и в школах 13 школ примерно 5 институтов университета все техникуми заводы фабрики и в конце только кто-то стал записывать записывать стали только и вот я нажимаю проповеди и 1136 проповедей в храмах барнаула потеряевки для чтения для чтения вот это надо тоже знать для чтения кто этим займется когда 1136 дальше проповедей по алфавиту занятия тут нету не вижу видео сколько было аудио библия насчитанная 3137 стихотворений тоже есть и в аудио это все сейчас кто-то собирает и проповеди 475 нашли здесь же они есть но никто их никогда видимо не трогал вот так но и сейчас я по порядку беру 55 папок сейчас 11 грех разбираю помаленьку вот сейчас грех я открываю папочку я уже обработал текст и начинаю по одному вопрос 840 второй том открытый боком так называется книги скажите как вы относитесь к духовному конформизму в католичестве и к духовному конформизму вообще нужно ли он если да то в какой степени и как вы это определяете для себя это записки я по записке отвечаю отвечая конформизм это приспособленчество пассивное принятие существующего порядка господствующих мнений и тому подобное отсутствие собственной позиции не критическое исследование общим мнением тенденциям авторитетом современный словарь иностранных слов вот тенденции какие я в техникум учился и литературу то мало было да еще из деревни то я не слова это встретилась я не знаю я к товарищу своему обратился в одном на одном курсе учимся коля тюлькин не знаю где он живой нет я говорю что такое кажется это словно объяснял ну вот у нас тут ваня здесь калмогоров то он каждый раз приходит и говорит сколько раз он был там с женщиной ночью совокуплялся там 7-10 раз и такая гладкая герется физиономия балон готова него тенденция там ну и прочее то тут я понял сразу что это означает отвечает а ко мне относятся меньше всего за что меня толкут и бьют и считают упрямым и непокоримым считаю что я 40 лет назад уверен во христа по евангелию ни разу нигде не впал конформизм то есть это я отвечал когда было 40 лет а сейчас уже 55 если же я не вмешиваюсь в алтарные дела то это единственно потому что я очень люблю дисциплину и соблюдаю табель о рангах но если я замечу что что-то делается вопреки библии то легко убедиться что рука моя всегда лежит на рукояти меча то есть библия у меня открыта не скажу что после моих бесед люди спокойно отдыхают в отпуске стихотворение печально я гляжу на наше поколение его грядущие иль пусто иль темно меж тем под бременем познание и сомнения в бездействии состарится она богаты мы едва искал и бели ошибками отцов и поздним их умом и жизнь уж нас томит как кровный путь без цели как пир на празднике чужом к добру и злу постыдно равнодушны в начале поприще мы вянем без борьбы перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы и ненавидим мы и любим мы случайно ничем не жертвуя ни злобе ни любви и царствует в душе какой-то холод тайны когда огонь кипит в крови толпой угрюмо и скоро позабытой над миром и пройдем без шума и следа не бросивший векам не мысли плодовитой не гением начатого труда михаил юрьевич лермонтов 1838 год вот ведь я отвечаю всегда было стихотворениями местами священного писания обязательно подтверждение литературы у меня с собой были большие приносили картины мирового искусства но вот еще возьму один вопрос вопрос восемьсот восемьдесятвертый второй том почему церковь запрещает игру в шашки и шахматы чем может быть опасна эта игра ответ жизни игра и нам придется отвечать за каждое мгновение жизни за каждый потерянный час за мысли слова и движения ответа потребуют нас святые отцы имея на то власть и полномочия создавали правила и не давали комментариев чем они вызваны вальсамон и аристины которые толковали придут вслед для глупых объяснение даются исключительно редко мы просто должны это выполнять не рассуждая существует да и нет правое и левое гора благословения горе зимы гора проклятие гивал интересно что исключением из этого правила является правило шестого вселенского собора относительно возраста рукоположения во священники которые объясняют причину то есть везде без причины просто ты исполняешь все слепо а здесь нет причина для того чтобы намертво запечатать попытки нарушить его сегодня на сто процентов нарушает его и кто архиереи самые злостные враги в вопросе этом архиереи 14 правила правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем дабы его пресвитера прежде три десяти лет не руку полагать если бы человек весьма достоин был но отлагать до уреченных лет ибо господь иисус христос при 10 в 30 лет окрестился и начал учить подобный диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется 15 правило и по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет да будет извержен извержен то есть сегодня их подряд можно всех выкидывать семинарии заканчивать но мальчишки с тут же руку полагают архиереи не верят в этот за канонах то есть рукополагаемые ранее уреченного возраста претендует на то на что не постигал даже христос в самом этом досрочном рукоположении вмонтирована долгосрочная беспокаянная гордыня а еще гордыни так вот где гордыня то вся скопилась 1 тимофея 3 глава 2 2 6 стих мой епископ должен быть непорочен одной жены муж трезвым целомудрен благочинин честен странно любил учителен не должен быть из новообращенных чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом вот куда они попали в новообращенные приходят семинаристы еще в семинаре и главное правило какое семинаристы обязательно должны бриться вот как в тюрьме как в лагере а как только перед освобождением там разрешает волосы немножко отпустить поступила и вторая записка шахматы и спортивные игры крадут время человека для общения с богом и развивает в нем низменные чувства зависть ненависть гасят любовь к человеку и многое другое то есть записки поступили вот одна из них как бы поясняет у нас все это по запискам было на этом все